Случаев заболевания сирозным менингитом на территории Рязанской области, по словам сотрудников Роспотребнадзора, в нынешнем году не выявлено. Впрочем, эпидемиологи утверждают, что именно в летнее время отмечается всплеск заболеваемости людей этой инфекцией. Медики говорят, что особенно быстро болезнь передается в коллективах и в первую очередь детских из-за слабости подросткового иммунитета. Что касается клинических проявлений, то, как правило, заболевание начинается остро, с высокого подъема температуры, общего недомогания, головные боли, возможно, боли любой другой локализации, значит, менингиальный синдром. И обязательно, если у вас или у ваших близких появляются аналогичные признаки заболевания, то необходимо обращаться за медицинской помощью. То есть самолечение в любом случае недопустимо. Поэтому, в первую очередь, соблюдение правил личной гигиены, а именно мытье рук с мылом, после того, как вы пришли домой откуда-то с улицы, да, вы ехали в общественном транспорте, держались за ручки дверей, и неизвестно, кто трогал эти ручки перед вами, поэтому мытье рук с мылом – это обязательно. Кроме того, вот сейчас летний период времени, у нас много фруктов, овощей продается на рынках. Привезены они абсолютно из разных стран. Значит, мы рекомендуем, кроме того, что мы тщательно моем проточной водой и фрукты, и овощи, обдавать их кипятком. Если нет такой возможности обдать кипятком, ну, хотя бы обдать кипяченой водой. Спасибо.